Буквально несколько недель назад всю страну всколыхнуло событие, о котором говорят до сих пор. В результате возгорания самолета, летевшего из Москвы в Мурманск, погиб 41 пассажир. Среди них оказался и 23-летний дагестанец, мишман военного корабля Искандер Наврузов. По словам очевидцев, он погиб, помогая другим выйти из горящего судна. Сегодня его тело привезли на родину. Подробности в сюжете Карины Баталовой. Огонь, волны удушающего воздуха и ужасающее чувство страха. В момент катастрофы десятки пассажиров оказались в панике. Сзади все горит, а впереди толпы людей, которые в этот момент думают только о своей жизни. В отличие от молодого дагестанца Навруза Искандерова, который не потерял рассудок в сложной ситуации. Именно его голос так уверенно и настойчиво просит успокоиться. По словам очевидцев, он помог пассажирам, сидевшим сзади него, выбраться из горящего самолета. Сам Навруз выйти не успел. Ему было всего 23 года. В голове у меня не было, что он мог в этом самолете быть. Но вот слышал, что он вот так вот, спасая других, как бы трагически сам тоже ушел из этой жизни. Я очень даже скорблю этим делом. Но я горжусь за то, что у меня племянник, вот как бы, проявил свое мужество. Я не говорю, что он там, как бы, герой, не герой. Дело не в этом. Он просто проявил свое мужское достоинство. Офицерскую честь он выполнил перед собой. У трагически погибшего Навруза Искандерова поистине непростая судьба. Когда мальчику было три года, умер папа. С этого момента он старался добиваться всего сам. В школе был очень старательным и учился на отличном. Сегодня здесь стоит стенд, посвященный памяти юного героя. Он был очень отзывчим парнем. Очень доброжелательным парнем. Когда государство таким ребятам помогает, дает помощь, он даже один момент отказался от твоей помощи. Сказал, я не нуждаюсь. Был очень гордым парнем, достойным парнем. После шестого класса мальчика отдали в кадетский корпус. Воспитать из него настоящего мужчину помогла, как говорят родственники, именно военная закалка. Дальше он поступает в военно-морской политехнический институт в Санкт-Петербурге и оканчивает его на красный диплом. После этого Искандеров сразу же пошел на службу по контракту на военный корабль в Мурманске. В возрасте 23 лет он уже носил офицерские погоны Мичмана. По характеру он был очень добрым, отзывчивым человеком. Готовым всегда прийти на помощь. Он знал, когда надо себя в каких ситуациях проявить. Он с кем-то был общительный, а когда нужно было промолчать, он знал и был спокойным человеком. Молодого офицера было много планов на будущее. Он собирался жениться, а также продолжить образование. Мечтал стать адмиралом. Краткосрочный отпуск дома и дальше снова служба. Но у судьбы на его счет были другие намерения. Мама умерла. 20 лет ему было. Тоже не получилось. Мама у него скончалась тоже. Плохой болезни, онкологии. Он приезжал к маме на могилу, чтобы ее нашел. Вот это Рамазан Барям, чтобы мать хотела проведать. И вот проведал и ушел, и уехал. Хоронили юного героя всем селом. В Усимикенте уже планируют назвать в честь Искандерова улицу и даже школу. Родственники парня на полученные 1 миллион рублей от правительства обещают построить сквер. Ведь, как известно, не умирает только тот, кто в памяти остался как герой. Карина Баталова, Батимат Кадиева, Гаджи Макомедов. Новости ННТ. Каекенский район.